Здравствуйте, мы продолжаем. И у нас в гостях наши утренние гости, которые расскажут о целях фестиваля, о участниках и фильмах тюркского кино, которые начинаются завтра. Мы говорим с Милюшой Айтугановой, директором Татаркино, Мендер Аздемиром, председателем Международной Федерации Журналистов Турции, и Мухаммадом Паразад, директором Центра Азербайджанской Культуры в Канаде. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Милюша Рябимовна, какие цели ставит перед собой этот фестиваль и на каких площадках? Ну, начнем с того, что фестиваль такого уровня в Казани, ну, в таком качестве проходит впервые, а вообще-то тюркские фильмы наш казанский зритель знает, потому что в 2010 году в рамках фестиваля мусульманского кино мы показывали, в рамках Тюрксоя показывали фильмы тюркского мира. Но вот именно этот фестиваль, он родился в прошлом году, в ноябре, когда в Стамбуле была создана ассоциация тюркского кино, и первой площадкой, где будут показаны фильмы тюркского мира, стал Татарстан, Казань. В кинотеатре «Мир» основные показы, но мы работаем в партнерстве с Домом дружбы народов Республики Татарстан, потому что все эти страны, которые будут представлять свои фильмы, ну, имеют своих соотечественников в Казани, это Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, ну, естественно, и турков очень много в Казани. Я думаю, что именно с этой точки зрения фестиваль интересен, потому что будут показаны лучшие образцы кинематографа тюркского мира, и мы всех, конечно, очень ждем в кинотеатре «Мир». Ежедневно будет по четыре показа, я думаю, что это очень интересный проект. Да, вот завтра открытие, с каким фильмом будете открывать фестиваль? Ну, мы как хозяева открываем фильм Татарстана «Бибинур», который был призером фестиваля мусульманского кино, и там самая лучшая женская роль у нас. Ну, фильм почему-то выбран этот, потому что, во-первых, он действительно один из лучших, в татарском кинематографе, во-вторых, потому что у него хорошая фестивальная история, и он, ну, является таким показателем уровня татарстанского кинематографа. И в этот же день мы покажем турецкий фильм «Красная косынка» по произведениям Чингиза Айтматова, и это будет такой первый день после открытия. А вообще каждый день четыре сеанса. Мендересбей, вот один из фильмов уже назвали. Какие еще фильмы на турецком языке будут представлены? Мелевший ганам, фестиваля намажены 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 намажены. Сейчас, например, фильмы назвали. Какие фильмы на турецком языке будут представлены? Во-первых, он приветствует из Анатолии, передает привет и уважение всему татарскому народу за то, что пригласили. А еще и Насыр Телевизиону, сонючу Рüстемби'е, спасибо за то, что пригласили. Продолжение следует... Во-первых, он хотел бы рассказать, как возникла идея вот этого фестиваля тюркского кино. Это произошло в Стамбуле, где проводился фестиваль документальных фильмов. И на нем присутствовали представители всех тюркских государств. И спасибо представителю Татарстана Миляуши Ханам, которая пригласила провести первый фестиваль тюркского кино здесь, в Казани. В Стамбуле были приняты некоторые... Решение относительно проката фильмов, создания фильмов. И Миляуши Ханам предложила, что первый, самый важный первый фестиваль можно провести в Казани. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее 5 фильмов. Первый из них, как уже было сказано по роману, по произведению Чингизаит Матова «Тополек мой в красной косынке», «Ал я с малым». Дальше «Гора 2». Есть и комедийный фильм «Разговаривай не больше своего супруга», если дословно перевести. Разговаривай как муж. Есть и боевик, или исторический фильм «Эртурул». Все разные жанры представлены. Это прекрасно. И вот в продолжение вопроса, Мухаммед Бей, для вас. Будут ли представлены фильмы на азербайджанском языке? Мухаммед Бей, я говорю, что в Азербайджане есть фильмы на фестивале, есть ли фильмы на Азербайджане? Мухаммед Бей. Я могу сказать, какой фильм из Азербайджана? Октай Миркасым, привет тебе, мой ангел. Это будет Азербайджан представлять. Нам интересен Мухаммед Бэй, потому что в Канаде есть азербайджанский центр, который он возглавляет. И мне, например, очень интересно даже самой, а сколько вообще азербайджанцев в Канаде? И есть ли там кинематограф, который именно азербайджанцы делают? Минюша Hanım'ın da size sorusu var. Канаде-да азербайджанlılar çok mu? И не много фильмов, азербайджан дели в фильмах, азербайджан дели в фильмах, азербайджан. В Канаде на сегодняшний день живут разные азербайджанцы, есть приехавшие из Азербайджана, есть приехавшие из Ирана. В целом они около 10 тысяч человек живут в Канаде. И время от времени мы проводим такие же фестивали и представляется и кино на азербайджанском языке. Спасибо вам большое, наши дорогие гости. Мы хотим вас поздравить от всей души с началом вашего фестиваля. И самое главное, приветствуем вас от всей души на татарской земле и поздравляем вас с весенним праздником Навруз.